Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Пока в Евросоюзе выдумывают новые способы блокировки поступлений российских природных ресурсов, поступающих в государство Европы через вторичные рынки. Газпром подписывает очередное важнейшее соглашение с Национальной газовой компанией Ирана о проведении отечественного природного газа в страну через трубопровод. Также глава Газпрома Алексей Миллер встретился с иранским нефтяным министром Джавадом Ауджи. На конференции были обговорены вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и нюансы реализации существующего договора. Отметим, что запасы газа на территории Ирана есть, причем довольно внушительные. Однако, несмотря на это, восточная держава испытывает существенный дефицит сырья из-за высокого уровня его потребления. Для наглядности, соседняя Турция ежегодно расходует в 5-6 раз меньше газа, поскольку не использует его в качестве основного энергетического источника. Сотрудничество России и Ирана сулит выгоду для обеих стран. Так, российские корпорации смогут освоить новое и перспективное направление на рынке, а Тегеран получит возможность безболезненно покрыть нехватку голубого топлива в более чем 250 миллионов кубометров. В иранском правительстве еще год назад высказались, рассчитываем на объемные поставки природного газа из Российской Федерации. Да и нефть было бы неплохо, заинтересованы в Тегеране и в отечественных нефтепродуктах. Еще одно преимущество для нас – Москва через Иран сможет выйти на другие крупные государства, готовые торговать с Россией. Самый простой пример – Туркменистан и Катар, уже давно грезящие о создании прочного газового хаба в регионе. Напомним, что наш вице-премьер Александр Новак еще год назад предлагал добывать сырье в южных землях Ирана в рамках все того же хаба. Получается, что сотрудничать все вроде как согласны. А есть ли сейчас подходящая и надежная инфраструктура, которая позволит реализовать планы по созданию газового союза в ближайшем будущем? Не придется ли протягивать всю эту сложную конструкцию через соседствующий Азербайджан? Да и почему бы иранскому правительству не покупать ресурсы УБАКу без посредников? Что мешает Тегерану проводить закупки из Туркмении по той же схеме? Ведь, согласитесь, Туркмения территориально располагается намного доступнее России. Ответ на список этих вопросов по сути один – все газовые проекты на Востоке продвигаются нехотя и со скрипом. Так, даже благополучно открывшийся проект газификации между Ираном, Пакистаном и Индией функционирует достаточно вяло и требует большого количества доработок. Что уж говорить об Азербайджане, свободных мощностей в стране нет, а все те, что в скором времени дополнят уже существующие, отправятся в распоряжение Евросоюза и НАТО. Рассчитывать на техническое оснащение Туркменистана, понятное дело, тоже не приходится. К тому же, в столичном Ашхабаде к Тегерану относятся с большим опасением из-за санкционных пакетов, наложенных на Иран Соединенными Штатами. Да и в целом Туркмении нужно разбираться с целым комплектом пакетов нереализованных газовых договоренностей с Европой, Афганистаном и Пакистаном. В общем, если сотрудничество с Ираном и произойдет, то точно не в ближайшие пять лет. Про непосредственное создание хаба говорить пока рано. Проект, можно сказать, находится на стадии идей. Но что можно утверждать совершенно точно? Помимо очевидной выгоды, газовое соглашение принесет нам ключ к договору с Индией. В Дели неоднократно обращались к Газпрому за помощью в строительстве нового газопровода. Теперь же через Иран Россия сможет отправлять голубое топливо к берегам Индийского океана.